Всем привет! Сегодня очень необычный контент, во всяком случае для меня, так как вы знаете, что я занимаюсь Maserati, Ferrari и прочими лухарью вещами. Так вот, сегодня у нас Tesla, это Кибертрак и это еще Foundation, самая полная версия. Я так понимаю, что в России их сейчас, ну буквально несколько автомобилей. Я приехал к своему товарищу, они как раз занимаются вот такими вот всякими игрушками, что связано с электричеством. Они их продают, плюс они их обслуживают. Но и сейчас мы вместе с владельцем все это дело посмотрим. В общем, может быть не очень объективный будет какой-то обзор и взгляд, так как я занимаюсь сугубо бензиновыми вещами. Но может быть в этом есть тоже некий какой-то такой момент правды, потому что взгляд человека со стороны независимый. Прежде всего, что бросается в глаза, то что это абсолютно металлический автомобиль. Он обшит стальными листами и это действительно классно. Второй момент, вы видите надпись, вот этот Кибертрак как будто сделана сваркой. Может быть так оно и есть, технологию не знаю, но давайте посмотрим поближе, как вся эта конструкция выглядит. Посмотрите, стальные листы, которые очень похожи на листы, ну например раковины, да. Ну либо что-то в этом роде, то что действительно сделано из металла. Вот здесь вот такая у нас буксировочная проушина. Вы знаете, в отличие от китайцев, которые с виду выглядят очень грозно, да, многие, подходишь там все пластиковое, здесь вот он как выглядит, так и есть. И на ощупь, в общем-то и на картинке, и на его все это одинаково. Вот то, что я вам показываю, и вы думаете, что это металл, это так и есть, это металл. И обратите внимание, по сравнению с предыдущими Теслами, насколько качественно здесь проработаны детали. Ну если, конечно, можно качественно проработать детали, скрестив несколько стальных листов. Но опять же, это может быть привязки, да, ну то есть, если до чего-то докапаться, всегда найдешь изъяны. Но первое ощущение, когда ты видишь этот автомобиль, это что-то инопланетное и, наверное, отчасти ужасное. Он огромный, но и вот тот человек, который вам показывает, как раз владелец автомобиля, он мне будет показывать всякие приколюхи. Я их, соответственно, буду показывать вам, потому что, ну потому что так будет правильнее и так будет эффективнее. Прежде всего, что еще бросается в глаза? То, что автомобиль сделан из такого материала, он весь заляпан. Его вот помыли буквально два часа назад. Но если ты сейчас вот в данный момент времени оставишь этот автомобиль на улице, на парковке, поверьте, через полчаса он будет весь заляпанный. Потому что люди просто-напросто подходят и просят фотографироваться. Соответственно, если тебя не будет, они будут беспросто это делать. Но будем надеяться, что на крышу никто не полезет. Да, кстати, на крышу мы залезем, по стеклу походим. Все как положено, в лучших традициях жанра. Но и сейчас я хотел бы вам показать, насколько это возможно в данный момент, как выглядит здесь у нас конструктив. В принципе, при вывороте колеса здесь можно совсем спокойненько ознакомиться. Следующее видео мы снимем на подъемнике. Есть такая возможность. Это для самых пытливых людей, тех, кто любит технику. Ну и те, кто, возможно, рассматривает этот вариант в качестве покупки. Причем, сейчас чуть позже вам покажу, как выглядит именно задняя ось, задние колеса. Потому что они тоже подруливающие. Ну и, в общем-то, как раз вот то, что любят в основном все критиковать у всех автомобилей. Зазоры. Но вы понимаете, да, здесь автомобиль, это не про зазоры в целом. Этот автомобиль про, насколько я понимаю, активный образ жизни. И если вы немножко углубитесь в историю, то сам создатель Илон Маск, он вообще-то долгое время жил в ЮАР. Ну, сами понимаете, ЮАР это первое, что это большие расстояния. Это, в общем-то, пустыня. И это небезопасное место. Вместе со всем этим, я думаю, ну, все же идет из детства. Это как раз вот все, наверное, и дало толчок к созданию вот такого автомобиля. С учетом того, что Маск фанат космической темы, он фанат игр. Ну, в общем, здесь как раз все это реализовалось. Очень вам советую почитать биографию Маска. Интереснейший человек. И вот на эти вещи вы на многие станете смотреть совершенно по-другому. И я вам скажу так. Я достаточно избалованный человек по поводу автомобиля. Но вот этот автомобиль произвел на меня реально неизгладимое впечатление. Сейчас мы, кстати, открываем лючок для заправки. Ну, естественно, все это делается из телефона. Я думаю, сейчас это уже не новинка. И посмотрите, как раз вот заднее колесо, да, как оно стоит. Потом мы внутри, в салоне, можно так сказать, в кабине посмотрим, как это все выглядит. Потому что все, что происходит вокруг этой Теслы, можно смотреть вплоть до того, как вывернуты колеса. Но сейчас, в общем-то, нужно посмотреть на сам конструктив, ради чего этот автомобиль сделан. Потому что, да, потому что прежде всего это пикап. Он огромный. Вот я как раз залез. На стекло не полезу, автомобиль не мой. Страшно даже предположить, сколько оно стоит в данный момент времени от стекла. Но, тем не менее, вот я здесь хожу. Груза здесь можно разместить немало. Автомобиль, кстати, весит почти под 5 тонн. Вот здесь вот куча стоит всяких зарядок. Так, естественно, есть шторка, все это задвигается. Еще раз повторюсь, очень качественно сделано. Но относительно предмета, опять же. Не надо сравнивать с Бентли и с Роллс-Ройсом. Тема не та. Но, естественно, сейчас, да, чуть позже будет мероприятие по поводу забираться на крышу. Да, это будет. Что еще? Ну, здесь куча всяких вариантов крепления груза. Все это дело перемещается по длине, по высоте. Так что, если вдруг вы хотите на дачу купить такой автомобиль, кстати, дам вам контакты людей. И если обратитесь к ним от меня, то конкретно этот автомобиль вам, естественно, дадут скидку. Это не реклама. Я не торгую их автомобилями. Просто приехал к друзьям. Подумал, что такая актуалочка. Можно все это дело показать. Сюда, кстати, можно положить дополнительную зарядочку. В общем, 500 километров вы можете проехать на этом автомобиле. Уже тестили. Но если добавить еще дополнительный сюда зарядник, то получите еще плюс 200 километров. В принципе, я думаю, еще несколько лет. И до Питера на этом автомобиле можно будет доехать. Вот по поводу зарядок. 120, 220. И, в принципе, здесь от этого автомобиля, в случае какой-то пожарной нужды, вы можете питать свой дом. Здесь, по-моему, в совокупности чуть ли не 15 киловатт есть электричество. Соответственно, если вы вдруг живете где-нибудь в Краснодарском крае, где постоянно включают электричество, вы можете какое-то время прожить, подключив к вашему дому ваш автомобиль. Вот как раз по поводу качества остальных деталей. Понимаете, да? То есть, все-таки Тесла, они идут вперед. Ну, конечно, это сегмент уже другой в плане ценника. Но здесь, с учетом всего конструктива, это действительно сделано классно. То есть, это, ну, еще раз повторюсь, на меня это произвело впечатление. И второй момент, как эта штуковина едет. Это действительно страшно в плане ускорения. Он очень быстрый, в самом-самом экстремальном режиме. Меньше трех до ста. И, несмотря на то, что выглядит этот автомобиль очень неуклюже, я так понимаю, что грамотно сделали центр тяжести и все развесовки. Он очень классно стоит, он очень классно рулится. В следующий раз все-таки, наверное, придется проехать самому. Мне как раз сегодня предлагали это сделать. Но реально по времени не очень вписываемся в график. Поэтому в следующий раз, я думаю, посмотрим с подъемника, покатаемся. Ну, и, конечно, если вы хотите сейчас на данный момент выделиться из толпы, и чтобы все думали, что вы какой-то представитель шоу-бизнеса, смело берите. Это вам будет гарантировано. Потому что люди в потоке просто-напросто шарахаются. Ну, и, естественно, тут какое-то внимание X10. То есть, я думаю, сейчас на каком-нибудь LaFerrari вряд ли даже кто-то на вас внимание обратит, особенно на Патриках. Ну, вот сегодня смеялись, обсуждали, как мыть этот автомобиль. Возможно, какое-то средство для мытья посуды здесь будет вполне себе классно выглядеть. Но по поводу наполнения этого автомобиля, все, что касаемо Tesla, вот эти все камеры на стойках, на арках, это все их фишка, я так понимаю, для тех, кто владеет такими машинами, но имеется в виду Tesla, это уже привычная история, потому что даже я, не будучи человеком, который владеет электричкой, уже к этому отношусь так же спокойно. Вот здесь у нас выгравирована надпись комплектации, вот Foundation. В принципе, тоже комплектация, как я понимаю, здесь то, что она максимальная, и это дает классную музыку. Причем мы прокатились, у нас там стоял трек Мэрилин Мэнсона. В общем, на самом деле, очень-очень такая брутальная тачка. И Маск, он классную штуку сделал в том плане, что он именно вот эту нишу начал занимать под себя. То есть, он сделал какой-то такой прям дикий корч, который нереально выглядит, на котором можно куда угодно залезть. И вместе с этим я понимаю, что это дорогая игрушка. Это, опять же, для тех, кто может себе это позволить. Но, как я понимаю, тема будет развиваться следующим образом. Начнут выходить менее дорогие версии, и постепенно, 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 постепенно это будет в массе. Соответственно, нормальный такой проект по захвату некого рынка. Сейчас мы смотрим, что у нас внутри. На самом деле, достаточно спартанская обстановка, но это всё сделано очень качественно. Это очень здорово в плане нахождения внутри, комфортно. Опять же, здесь у них, видите, такая своя фишка с вот этой вот надписью. Ну, смотрится, да? То есть, я, конечно, ни разу не видел изнутри космический корабль, но, скорее всего, что-то вот в этом ключе так и должно выглядеть. Ну, конечно, маску виднее, он же их строит. Интересный момент. Вот сама торпеда, от руля до конца стекла, ну, вот где в самом-самом конце, я рукой не смог достать до конца. Поэтому, если вы вдруг положите телефон, тормознёте, он у вас туда улетит, быстро вы его оттуда не извлечёте. Это точно. Вот такой вот руль оказался удобный. Мы тестили с владельцем этот автомобиль какое-то время. И человек, который много, у него большая насмотренность как раз в этой теме. Вот он, видите, да, вот этот владелец машины. Вот он на стекле. Надо, может быть, было попрыгать, но всё-таки это вещь, которая продаётся. Поэтому обошлись без экстрима. Но, тем не менее, вот всё по-честному, как в лучших американских роликах. Пожалуйста, всё, залезли, отметились, слезли. Дальше. По поводу рулёжки. Руль должен был бы быть неудобным. То есть, по виду точно. Но по факту, как мы ездили, что удавалось сделать, классная, реальная вещь. То есть, не всё то, что кажется очевидным, очевидно. Ну, и по поводу, опять же, места внутри. Спереди, конечно, странно немного то, что они так сделали. Потому что, мне казалось, должно быть спереди три места. Но это же американцы. Но здесь два места. Сзади, в принципе, втроём вы спокойно разместитесь. Ну, вот это вот огромное стекло. Это тоже, в принципе, всё отыгрывает вот эту космическую тему. И получается, что ты сидишь в каком-то таком огромном аквариуме. Очень интересное зеркало. Имеется в виду интересная форма в плане дизайна. Но, опять же, если сильно присмотреться, то здесь всё на своих местах. И в плане дизайна тоже. Ну, посмотрите углы, посмотрите линии. Это не хаос. Это так нужно. Интересная опция. Это когда под заднее кресло можно что-то положить. То есть, у Теслы это опция. На самом деле, очень похоже, как в поезде, когда размещаешься в купе, поднимаешь полочку, и там будет ящичек. Здесь примерно всё то же самое. Но, на самом деле, я так понимаю, что конкретно в данной машине это опция, которой нет у остальных. Не всем вот эти вот... Замысел конструктора лично мне не очень понятен. Почему не сделать это у всех? Но, видимо, в общем-то, что-то надо продавать. Но и когда мы снимали это видео, когда я его снимал, честно говоря, немножко даже утомился. Потому что каждую минуту кто-то подходит и что-то спрашивает. Вот то, что я вам говорил. Сюда можно разместить дополнительный багаж. Я вот как раз свою волшебную сумку сюда пока временно разместил. Но что ещё? Конечно же, не передашь именно ощущения от езды. И я пока не придумал. Может быть, вы пишите в комментариях, какой можно сделать динамический тест-драйв. Ну, естественно, без грязи, без лестниц. Просто по улице. То есть, что вам именно интересно? Потому что это сделать реально... Я действительно... Представляете, после Феррари ты садишься на такой автомобиль. Ну, понимаете, да? То есть, запросы и потребности людей просто кардинально другие. В общем, какие-то будут идеи, пишите. Я постараюсь всё это дело реализовать. Ну, в общем, будущее к нам уже прилетело. Сейчас мы посмотрим внутри. Сейчас мы пробежимся по опциям. В принципе, по поводу какого-то там опционала. Здесь, ну, как я это вижу, здесь всё то, что есть у Теслы. Ну, обычной Теслы. В принципе, так же и работает и руль. Так же работает поворотники. Но, конечно, именно то, что вот сама вещь такого внешнего вида, это да. По поводу сколько стоит запчасти. Пока ещё нет, конечно же, никакой статистики. Ну, потому что, понимаете, что это первые месяцы всё у нас сюда заехало. Поэтому это больше такое ролик, наверное, пока не про сервис. То есть, он больше про в целом автомобиль. Пытаюсь под разными углам вам его показать, чтобы вы как-то осознали дизайн. Потому что одно дело, когда показывают какие-то демо-ролики. Это одно. Другое дело, когда ты как пользователь на это смотришь. Вот подходишь, например, к двери. То есть, ты её, когда изнутри смотришь на неё, видишь вот эти вот все моменты. Там какие-то клёпки. Смотрите, вот видите. То есть, но на самом деле, мы как раз с владельцем поговорили. Интересную такую фишку можно сделать, если полировочной машинкой пройти этот кузов. Он может быть прям очень и очень блестящим после этого. Но, опять же, как им пользоваться, это другой вопрос. Ну, вот мы перешли внутрь. Классная штука у Теслы по поводу ключей. Я думаю, из тех, кто сейчас будет смотреть этот ролик, точно есть какое-то количество людей, у которых есть новый Гелендваген. И все знают, сколько стоит сейчас ключ на новый Гелендваген. Так вот, у Теслы нет проблем с этим. Тесла сама для себя делает ключи. То бишь, по-моему, до 20 ключей ты можешь привязать к этому автомобилю. И не надо просить на завод, не надо платить миллион рублей каким-то непонятным людям. Здесь все просто и все понятно. Но американцы насчет этого молодцы. Они, в отличие от европейцев, в данный момент времени, просто продают свои вещи. Ну, и все. Покупайте, кто хотите. И вообще, не важно, кто это будет. Вот как раз по поводу того, что я вам говорил. Чтобы понять, что происходит, ты повернул руль налево. И вот как раз здесь можно посмотреть, как твои колеса поворачивают. Ну, и вот сейчас у нас включаем передачу вперед. То бишь, смахнув вот так вот. И автомобиль начинает двигаться, соответственно, вперед. Видите, да, как все это происходит? Соответственно, все то же самое. Только мы включаем R и сейчас поедем назад. Все просто и понятно. Но, опять же, здесь ничего нового в этом нет. И такая тема с мониторами. Ну, знаете, мое отношение ко всему этому. Я, как вам сказать, я привыкаю. Я привыкаю. Но вот это вот, что еще классно, очень все быстро работает. Потому что в нынешние дни, особенно вот это замедление Ютуба и то, и то, и то. Ты уже хочешь что-то посмотреть, сделать. Ты уже как-то подспудно готов к тому, что это будет висяк. Это нужно ждать. На это нужно тратить время. Здесь просто все летает. Это прям круто. Ну, вот сейчас мы сзади закрыли шторку. Ну, и по поводу опций. Тут, конечно, такая история. К этому надо привыкнуть. Вот так у нас открывается перчаточный ящик. Причем, смотрите, он как ящик стола открывается. Удобно. То есть, не под наклоном, а именно по прямой. Это классно. Ну, и еще, опять же, такой момент. Я заметил, покрышки, ну, они выглядят так, ну, дико, да. Но вместе с этим она была очень и очень на ходу, очень устойчива. То есть, несмотря на то, что покрышки выглядят так, как они выглядят, ехали мы очень уверенно. Но, опять же, я думаю, что отчасти это связано с массой. Ну, и вот здесь вот, насколько я понимаю, стандартный тесловский руль в том смысле, что стандартная эргономика. Ну, и все вещи, которые, в общем-то, исполняет Тесла, здесь все то же самое. И те, кто купит этот автомобиль, скорее всего, что они купят его уже после какой-то Теслы, будет хорошо, уютно и удобно. Ну, вот так у нас регулируются зеркала. Сейчас мы быстренько пробежимся еще по климату. Я особо не владею английским. По какой-то логике, по аналогии, достаточно тоже все понятно. Ну, на уровне потребительском вполне себе нормально. Насчет русского меню, я так понимаю, что, наверное, его пока нет. Но, скорее всего, со временем, как всегда, все это дело будет появляться. Ну, и, естественно, маск был бы не маском, если бы здесь не было игр. Игр здесь есть, игр здесь немало. Причем есть, естественно, всякие гоночки. И ты можешь рулем своего же автомобиля управлять автомобилем, тот, который будет у вас в игре. Но сейчас, естественно, мы здесь доберемся. Конечно же, здесь у нас есть регулировки подвески. Опять же, ты можешь режим езды тоже выставить. Можно просто поставить какой-то обычный овощной режим. И ты будешь так же, как и все, спокойненько ехать. Но ты можешь поставить, вот именно при котором можно дубасить. Ну, и ты будешь на нем, конечно, дубасить. Соответственно, вот это вот у нас выбор заряда. То есть, как я понимаю, ставишь не менее чего тебе нужно. И все у тебя будет заряжаться тоже так, как нужно. По поводу скорости зарядки. Ну, я так понимаю, что все зависит от вашего устройства. Ну, и опять же, этот автомобиль, как я думаю, что за такие деньги, сколько он стоит. Ну, сколько он стоит, можете посмотреть в наших, в общем-то, порталах автомобильных. Скорее всего, это вряд ли прям такой автомобиль на каждый день. Он больше, наверное, как игрушка. Здесь в бардачке есть зарядка на 220 вольт. Пытаюсь к ней как-то пробраться. Ну, вот да, вот так вот. Так, наверное, получится. Но, насколько я понимаю, вилка американская. Ну, можно поставить переходничок. И все будет норм. Пластик выглядит таким остроугольным, но он не звенит. Это, конечно, тоже плюс. Вообще, в целом, именно в динамике, мне очень понравился салон именно в плане звуков. То есть, шумоизоляция. Она здесь неплохая. Естественно, со временем, я так понимаю, что помимо наполнения рынка вот этими автомобилями, именно этой моделью здесь, конечно, будет развита целая индустрия тюнинга и всяких около вот этих вот моментов по поводу там шумок и всего остального. Еще, я думаю, что будут какие-нибудь обвесы наверняка. Ну, в общем, сейчас мы как раз показывает владелец подсветки, как все это дело регулируется. Но, я думаю, вы понимаете, да, тут нативно все ясно. И можно конкретно к каждой опции не привязываться. Потому что, если вы вдруг захотите этот автомобиль, вам, естественно, люди все это дело объяснят. И, кстати, этот автомобиль продается и он имеет в своей стоимости НДС. Если это кому-то нужно и если это кому-то важно. Но, в целом, резюмируя все, что я сегодня увидел, хочу вам сказать, что действительно эта вещь произвела на меня впечатление. Купил бы я его себе или бы не купил. Ну, то, сколько они стоят у нас сейчас, думаю, что, наверное, бы нет. Но, опять же, если вы любите вот такую технику, то это, наверное, образцово-показательный вариант. Потому что это действительно шок. Это шоковая вещь в плане эмоций. Это действительно крутая штука. Поверьте мне, как человеку, который много видел автомобилей и видит их каждый божий день. Ну, и, соответственно, если вы, как бы, почитаете, кто такой Илон Маск, я думаю, вам много станет понятно конкретно по этому автомобилю. И почему он такой, какой он есть. Это стоит сделать. Поверьте мне. Это реально, ну, прям классная будет история. Прочитав и посмотрев, вы просто поймете смысл. Я думаю, что вот как раз мы на этой всей истории будем постепенно завершать. От вас, как всегда, хотелось бы получить обратную связь. Пишите, что вам интересно. Здесь у нас есть общение напрямую. Соответственно, все вопросы, ну, конечно, не с такой скоростью, с которой здесь работает мультимедиа. Я вам могу ретранслировать ответы. Поэтому я думаю, что это будет тоже интересно. Ну, и как вы думаете, насколько эта вещь зайдет в России? Ну, вот именно, если, например, не брать какие-то супертоповые комплектации, а взять что-то среднее, ну, естественно, ценник должен быть поменьше, да, на какую-то более массовую позицию. Ну, в общем, пишите ваше мнение, насколько реально, чтобы эта вещь у нас прижилась. Ну, и еще такой момент. Как раз пока ездили с владельцем, мы эту тему обсуждали. В плане безопасности вещь, ну, она действительно несется, как какой-то огромный булыжник. И вот с этими всеми ее углами, конечно, тот, кто находится внутри, это будет, я думаю, безопасно. Да, это как танк. Но вот что она может при столкновении с ней, что произойдет с другим автомобилем, вот это тоже момент, потому что, ну, представляете, да, такая форма, тяжелый автомобиль. Но, опять же, вопрос про безопасность. Здесь, я думаю, все в порядке. Ну, вот, кстати, по поводу игр, мы до них плавно дошли. Пожалуйста, кому это интересно, я, честно говоря, не любитель именно вот такого всего дополнительного в автомобилях, но я просто им не пользуюсь, ввиду того, что я в основном на автомобилях езжу так чисто утилитарно по делам. У меня нет времени на это. Но здесь именно, опять же, возвращаясь к создателю, это именно смысл, это идеология его. То есть, он это делает как раз, чтобы все было вместе, и чтобы человек как раз, ну, заряжался этим всем духом. Ну, так я понял всю эту историю, потому что, ну, думаю, что это так и есть. Ну, вот как раз уже вкратце климат, куча-куча всяких настроек, как хотите, так все это дело и будет. Ну, на самом деле, это здорово, потому что вот это все тоже сделать, исполнить, с учетом того, что все это не по стандартной схеме идет, да, не как мы привыкли, там, вент-отверстия, крутилочки. Здесь, естественно, это все исполнено так, как нужно, но, опять же, это они придумали. И, соответственно, было бы странно, если бы все это как-то выглядело по-другому. Так что, если вы человек, который любит эпатаж, если вы любите Илона Маска, если вы любите электротехнику, то, я думаю, вам как раз сюда и сейчас этот автомобиль в данной индустрии – это топовая вещь. Ну, и то, сколько он стоит, я думаю, это отражает как раз ситуацию сейчас на рынке, потому что именно Тесла, именно эта модель, они сейчас здесь будут лучшие и они сейчас будут главные. Это Rolls-Royce от электричек. Кстати, у отца Маска, раньше, в детстве, когда был Маск еще маленький, у него был Rolls-Royce. Так что, в плане комфорта, я думаю, Илон тоже знает, что это такое. И Jaguar E-Type у него тоже был, когда-то в детстве, когда он заработал свои первые деньги. Так что, я думаю, что Маск все-таки человек со вкусом. Понятно, что видение его вещей, оно слегка не сходится со всеми остальными, но это он, это Маск, поэтому он так сделал. Всем пока, всем хорошего просмотра. Продолжение следует...